Доброго здравия, Нижнеамурцы! 2 февраля 2020 года депутат Законодательной Думы Хабаровского края Авагимян Гагик Рафикович, избранный по Северному одномандатному избирательному округу, встретился с жителями Нижнеамурия в городском центре КМНС города Николаевска на Амуре. Спектр обсуждаемых вопросов был весьма разнообразен. Это вопросы по медицине, по состоянию дорог, вопросы по вылову рыбы для населения, вопросы ЖКХ и социального обеспечения. К слову сказать, некоторые озвученные вопросы решались уже на следующий день после встречи. В числе прочего Гагик Рафикович озвучил тезис. Жителям надо научиться требовать с депутатов. И этим, согласитесь, сказано очень многое. Приглашаю к просмотру. Подпишитесь на канал Роман Зайцев Живу на ДВ. Подобные темы будут освещаться здесь периодически. Пишите ваши замечания и пожелания. Наиболее актуальные вопросы в рамках работы первичной профсоюзной правозащитной организации «Профсоюз Николаевск на Амуре» будут доведены до Гагика Рафиковича лично. Комфортного вам и продуктивного просмотра. Ну, наверное, начнем, уважаемые избиратели. Вот, скажем так, с вашей инициативой мы сегодня пришли на то, что мы должны давать встречу с вами. Соответственно, понимать, какие есть проблемы, чем я, как депутат законодателя Махабарского края, могу вам помочь решать вот эти проблемы. В основном, сейчас разговор идет о том, что у нас, скажем, в этой встрече была организована, как я понял, в основном, сегодня мы должны концентрировать внимание на малачистыми народами Севера, какие у вас проблемы и что необходимо вам помочь. Поэтому давайте, наверное, наша, скажем, встреча организуем таким образом, что я хочу сначала понять, какие проблемы перед вами стоят, чтобы, ну, уже в диалоге мы могли друг друга понимать, что нужно делать, что необходимо делать для того, чтобы помочь вам. Потому что, ну, скажу честно, мы прекрасно понимаем, что одно дело, когда есть законы, а другое дело, как его исполняют. Это совсем разные вещи. Ну, сегодня, ну, еще надо не забывать, что порой принимаются законы, а что обеспечить исполнение этих законов, как правило, не учитывается. Ну, там, если у меня много примеров таких законов, вот я, примерно, 5-го штанова, наверное, опять под этим парам, на заседание комитета, потому что будет обращение стоярно Майского района тоже, на меня выходил руководитель, председатель Совета депутатов, там тоже вопрос поднято, ну, по этим, пристомных животных, иметься тут собак и так далее. Вроде закон есть, а финансового обеспечения нет. И, соответственно, администрация может выполнить свои обязанности для выполнения этого закона. Ну, я так, для примера вам говорю. И таких очень много вопросов. Перед Новым годом тоже вот такая ситуация сложилась очень хорошей, но вот сейчас, скажем так, этот вопрос я поднял законодательный дом у Хабарского края. Значит, в этом, в этот час, это район не напоминает, сколько, буквально перед Новым годом ну, повестился человек. И чтобы этого человека, скажем, ну, по-человечески говорить, организовать похори, как так далее, там такая проблема с удовольствием, что пришлось уменьшиваться, вместе с правительством, я выходил на правительство, мы с организованием кое-как только 20, значит, 23-го числа человека поездка, 29-го, то его вывезли, напоминает себе, комсомоль, ну, там есть юридические моменты, когда, в таких случаях, обязательно необходимо сделать скрытие, чтобы понимать, это криминальный труп, криминальный труп, потом дается заключение и так далее. И только на числа 7-го мы могли эту трупу обратно вынести, отдать родственникам, что они похоронили. И оказалось, вот такие моменты кучмы. И самое главное, вот, знаете, вот, самое проблематичное, это вот северное регион, северные районы, вот, откуда я, скажем, выбор депутатов. Поэтому, честно скажу, конечно, сложно, я не скрываю, потому что финансовое обеспечение, я скажу так, что на сегодняшний день краевой бюджет, скажем, недостаток финансирования примерно около, ближе к 8 миллиардов. Ну, сейчас посмотрим, после вот выступления инвизиента, какие, ну, там дополнительно должны на поступать средства, но это чисто уже, мы будем вот, по нацпроектам и, скажем, по линии образования, медицины, ну, там еще, скажем так, мы сейчас ждем, какие-то с Москвы придут документы, соответственно, мы будем подгонять законы, вот сейчас же будет изменение, это в федеральных законах, ну, там-то связано, сроком, который будет баллокировать, баллокируется президент, они опять-нибудь сроки вроде меняют, ну, там, ну, и право главных президента сокращается, там, срок, как потом, в некоторых, скажем, моментах, полномочий президентом упрощается, больше возлагается на Думу, Государственную Думу, ну, они хотят таким же образом это перенести еще на, скажем, субъект федерации, вот такие моменты, так, в общем, я вам объясню, какая ситуация сейчас сложилась, вот, сейчас я хочу понять, вот, конкретно, вот сейчас вопрос к вам, что, мы общались с вашим руководителем, ну, некоторые моменты для меня, как-то, понятно, я хочу все-таки понять, что вам мешает на сегодняшний день, здесь, в Николаевском районе, что, ну, скажем так, нормально, жить не в том, проживать не будет, вот хотелось бы у вас услышать. Есть вопросы? Есть вопросы? А кто вопросит? Ну, вопросом можно. Нет, говорите мне, несостоятельно. Я вам сразу говорю, если для меня что-то будет непонятно, я этот вопрос себе запишу и буду выяснять, потому что, вы понимаете, что все-таки, я не могу, если мы законодатели, или к вам кода, если мы так, это... Понятно, понятно, это понятно. Я, у меня, допустим, непонятно, вы сказали, что мы общались сама с полномочиной по делам народа севера, она вам объясняла, а вот, о чем она вам объясняла? Мы к ней обращаемся, особенно я, в последнее время, очень часто обращаюсь. По какому? У меня, у меня, у меня вот, первую, самую, такой, назревшую вопрос, буквально вот, на этой неделе, меня с прокуратурой направили в центр соцсощиты, по, спору идет с энергосбытом, и вот, как я выяснил, вот сейчас я, замешаюсь, не знаю, кому, или опять, в суд писать, или в прокуратуру. Вы объясните мне суть, правильность. Суть такая, энергосбыт присылает ему люди, а в основном, пенсионерам, квитанции, нулевые. Нулевые? В эту ситуацию, в эту ситуацию я попал, полтора года назад. За полгода мне накопили, долг, и тут же будет, через полгода, выставили цены, и потребовали, по поводу того, что свет зимой, отмечили, это я выиграл, оплатили мне. Сейчас соцзащита мне должна вернуть 50% от того, что я погасил за долг. Мне 70 лет, я инвалид, жена инвалид. Так, сейчас мне, в соцзащите мне сказали, что я не подлежу. Мне 50% положено, я пошел. Сдал квитанции, и все. Знаете, я сейчас объясню. Давай по очереди, мы готовим, чтобы мне было понятно. А это получается, они все вместе, и энергосбыт, и соцзащита. Нет, они разные, организации разные. Они, организации разные, но у них получается так, что они мне энергосбыт, я насчитал, я квитанции, цены отнес, в энергосбыт, они там мне подсчитали, подбили норматив. А как выяснилось, этот норматив, они очень цены спокойно перевели. в течение полугода, за три месяца, они мне посылают квитанции налевые. А за последние три месяца, это все суммирует туда. Но, эти квитанции приходят, они цены, нормативы выводят, по сумме указанной квитанции. Я вздаю им цена три квитанции, а пустые они цена не принимают перерасчет. Они берут у меня цена три квитанции, цена нулевых, там пусто. И три квитанции, цена последних, цена суммы, цена по квитанции, не по задолженности. Я задолженность плачу, это я на ветер плачу. Знаете, я оплатил цена 18 тысяч. Они мне должны были по перерасчету цены 9 тысяч лирок 50 процентов. Они мне 1200 сказали, это все, иди отдыхай, разбирайся, цена говорит, ну а сейчас куда мне идти? Я полтора года потратил цена, пока цена разбирался. Вы обратились к прокуратуру, правильно я помню? Вы прокуратуру обращались? Я через прокуратуру, через Нарсотцева, через Мировой Суццева, через городской Суцц, меня крутилицами, вертелицами, как юнца вокруг елочки новогодние. Ну, суды все я прошел, все как не может быть. Два месяца я без света сидел с упругой, а мы обои инвалиды. Январь и врать. Это все, все им сошло. Они сейчас смеются надо мной. Они сейчас приехали ко мне домой, опору меняют. Вот, колеса свои можете подъехать, Владивостокская 30. Они мне опору... Вы, извините мне, по-разному... Петр Павлович. Вспоминал. Вспоминал? С щелкуном. С щелкуном, да. Где поживаете? В Владивостокской 30. В Владивостокской 30. Значит, смотрите, чтобы вы один, как говорится, вам одному не выполняли. Я не умею спокойно не отговорить. Спокойно не отговорить. Что я вам скажу? Значит, завтра, с понедельника, мне дают уже много приемные. Она будет находиться где обоих чем-то. Ну, я думаю, что мы где-то неделю будем поустроиться там. И там будет сидеть у меня помощник, будет сидеть координатор, соответственно, у меня будет приемные дни. Я еще хочу сказать. Что вот, я понимаю, что мы сейчас наймутся, рассказывайте, я... Вот послушайте, пожалуйста, меня. Мне нужен документ, который вы... Вот это ремнинг, вот этот питательный добавок, который вы провели. Мне надо понимать. Вот то, что вы сейчас рассказываете, вы отрывками рассказываете, я не могу уладить. Все-таки, кто виноват? Связь между МИД-Мерказбытом и соцзащитом, они разные организации, у них разные задачи стоят. Почему МИД-Мерказбыт вам выставляет нулевое показание? С чего отходило? Тоже надо понимать. Тут очень много моментов. Я вам обещаю, я буду помогать вам, я буду разбираться в этом деле. Просто мне не нужен будет, потом вы принесете документы. это мое как личное цимах. А вот теперь цимах... Ну это вот один вопрос, давай. А вот теперь второй. Как вот быть цимах, ни в чем, лучше не кидать и тому подобные цимы, жители Николаевского района, Николаевского, не могут выйти, выехать на Амур, поймать рыбешку. нормальную, ту, что положено им, 50 кг, на закалине по 300 кг у нас 50 кг. Это вы сейчас разговариваете, то, что положено на клуб и так далее, правильно? Да, 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 да. И общины, общины, вообще, наши Николаевские общины, их 50, без участков. Ваши представители, нам с вашим представителем нужно говорить на эту тему. Она уже в курсе. Я вам объясню, я после нашей встречи, вот я уже этот вопрос поднял на своевую думу, значит, я могла ошибиться, но на этот гост, по-моему, если не ошибаюсь, какой цифр я на полу, не помните, только полторы тысячи выделено квотом уже. Вопрос, подождите, вот когда вы задаете вопрос, пожалуйста, послушайте, то, что получилось в прошлом году, в прошлом году это было, скажем так, и на администрации района, свое время не было сделанными участки, которые, они должны были заранее организовать участки, это через рост рыболовства это не делается, и люди бы имели свободный доступ идти и ловить свой положен 50 килограмм, о чем вы сейчас говорите. Было вот такой момент, сейчас этот вопрос решается, и в этом году не должно быть такой уже. то есть людям будет аппетитировано, там немножко не так, вот смотрите, я не знаю, как раньше было, потому что я, честно скажу, я никогда не рыбачил и этим не занимался, поэтому я немножко вот этим нам, скажем так, далеко от этих вещей, но я так понял, раньше, вы получили, скажем ли, лицензию, пошли, где хотите, там вы бачите, как не будет, будет выделена квота, выделена квота, выделен участок, но участок не так, чтобы вы отсюда поехали в Сусанину, как в прошлом году это, ну, примерно, выглядело, так не будет. Участок должен находиться так, чтобы людям было удобно выехать и доступно. Выехать доступно, чтобы рыбачить, это первое. Второй вопрос. Стоял вопрос таким образом, квоты дают, ну, скажем, по закону положено каждому члену семьи, да, вот, квоты. Я понимаю, что в семье есть у нас и пятилетний ребенок, и десятилетний, и двенадцатилетний, и взрослый. Ну, там написано таким образом, чтобы мы могли вводить, обязательно, на кого мы, вот, кто должен присутствовать там. Этот вопрос тоже я поднял. Сейчас вот как раз в 6-го числа у нас будет заседание комитета по промышленности, там есть, и хозяйство, мы в одном случае будем сказать. Вот. Этот вопрос тоже я поднял. Сейчас комитет, как они не обещали, будут прорабатывать вот этот вопрос. Потому что все-таки это должно быть законно. Не так, как вот, понимаете, вот сегодня договорились. Что такое договорились? Вот, ладно, мы сегодня можем, скажем, грубо говоря, оценивши законы, с кем-то, что-то договориться, вроде как, вы пошли рыбачить. Потом у кого-нибудь в голове запнул, а мне все равно ваши договоренности. Вот по закону положено так, значит, так и будет. И пришли, вам наказали. Так не должно быть. Должно быть закон подведено таким образом, что людям было удобно, уютно и комфортно работать. И работать, и жить. Поэтому, то, что касается по рыболовству, там очень много вопросов, которые, скажем так, сейчас у нас будет правительственный чат, ну, ближе, скажем, к рыбалке, будет больше, скажем, заниматься этими вопросами, потому что там не только стоит вот этот вопрос. Там стоит и по промышленным головам, и там стоит и вообще по количеству квотов и так далее. Потому что, ну, каждый свое доказывает, понимаете? Вот, например, промышленники, они объясняют таким образом, что рыбу надо ловить в Николаевском районе. Дальше не разрешать ловить. Они обосновывают свою точку зрения таким образом, что дальше рыба идет на Мересь, и там должно не веститься. Что потом вернуться назад. Если она не идет на Мересь? Ну, там, нет, если идет, там у них есть тоже свои аргументы, они научно доказывают. Вы извините, я не до конца представил. С 92-го года, 92-го года, в 91-м году как только он там был, принят еще комитет Совета Министров, СССР и тому подобное. Понятно? Да. В 92-м году начали организовываться национально-родовые хозяйства. Вот, в 92-м году я как создал национально-родовое хозяйство. В 96-м году, в 96-98-м уже вышел федеральный закон об общинах. Да. Да. Я был вынужден, я не закрывал хозяйство, я был вынужден, в 96-м, в 96-м, в 98-м год реорганизовать свое родовое хозяйство, кооператив, национально-производственный кооператив, но меня заставили внести в название община, закон был принят для... Да, под законом нужно быть для общины, А национально-производственный кооператив, я, сказать, его садов, но еще не соображал. И вот, в 2002-м году, когда началась вот эта вот, можно сказать, почти как война, промышленная, если можно было, если бы при пресне, рыболовство, и национальная, традиционная. Я это все прошел с 92-го года по сегодняшний день. Вот тут много сидится. У нас национальная община. Мы создали эту общину в 2013-м году. Два года мне разрешили поработать с этой общиной здесь, вот, на Амуре. Так. Вот. А потом я им не понравился, я начал потихоньку поднимать это. Я отправил нормау только для своих, для своей общины. Почему? Потому что в законе, значит, указано, что национальная, традиционная община, цивнациональная, так далее, община, они не коммерческие организации. Они обязывают в первую очередь обеспечить членов своей общины. Да. И кто там просится, цивной люди, цивной, как у нас поначалу было, попросились люди в общину, все, Николаевские цивной меня неплохо знают, потому что по нормовой я очень отлавливал. Я отлавливал, самому возил и так далее. Но, мне не нравится, почему, он национальный здесь, вот Юг, кто скажет, как делать на него? Ушел. Давайте по сути, а? Давайте по сути уже. А вы мне не сомневаетесь. А вы мне не сомневаетесь. Сейчас говорится вы это. Саня, ну так вот, пусть я знаю, то он... Так это в часу, это в часу надо, сказали, когда будет. Придешь, и будешь писать, это все касается тебя. Вы им честно говорили. У меня, у меня, сколько обращений писали цему? От ассоциаций писали, от уполномочия, от всех писали, от собраний. Где хоть один ответ? Я хочу сказать, что вы обещаете добиваться, сами для себя не хотите ничего это делать. Просто сидите, вы обещаете. Я если писал, вон у меня полный пакет. Давайте, 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 мы будем разговаривать. А вот смотрите. А что дроваться нам? Дроваться нам вон, цему, лесники, цему. Я сижу без дров, без дров, договорился цему, в январе привезли, в январе. А сейчас, оказывается цему, лесозабывающее цемарное предприятие, цему, я вам говорил, вы сказали, не знаю. А они в лесу, цему, дровяной лес, они в лесу его закапывают. Ой, Господи. Чтобы не вывозить из тайги, сейчас, нигде вы, толком не найдете дров, чтобы купить. Во-первых, повторяй, цему, пенсионерам, цему, инвалидам. Варпоц, он цему, продает. 12 тысяч машин, а у меня пенсия 11 800. Варпоц, уже варпоцарь избиратель. Сколько захочешь, сколько продать. Вы не будете с другим, подождите, подождите. То, что касается подробов, вы где живете? Я же здесь нажимал. Нет. Может быть, деревня еще где-то будет. Частный дом. Здесь частный дом. Да. Вы знаете правила, как это делается? Конечно, знаю. Вы должны обратиться, если у вас сейчас и дом, вы должны обратиться в исход. Там закопите, в офисы и дрова. Это если ты сама об этом должен быть. Можно бесплатно, не обязательно. Если нету, вот смотрите, если нету, этим должен заниматься руководство города. Организовать. Руководство города должно создавать предприятие, которым нужно обеспечить, пенсионерам, льготникам и так далее, и так далее. Всем обеспечивать. Вот смотрите, да вот вы сейчас говорите то-то, то-то. Мы живем в России. Давайте немножко мы покабырялим от этих вещах. У нас народ, большинство, не все, привыкли так, на авось, а прокатит, а пройдет. Вот поэтому мы так и плохо живем. Давайте будем честно говорить. Поэтому вот сегодня сейчас начинать дискуссию. Мы сегодня не вылезем из этой комнаты, мы будем круглый суд. Есть вопрос, я почему вам сказал. Есть вопросы, я понимаю, что накопилось проблем много. Была система какая? Была одна партия и одна руководница. Друг друга при всегда прикрывают. То есть, грубо говоря, ну есть недостатки, ну и ничего мы с лишним. Сегодня эта система не прокатывает. Сегодня, если они обязаны работать, они должны работать. Если у вас проблема, я еще раз вам повторяю, всем это говорю, пожалуйста, у меня приемный, хотя у меня приемный нет, но кому надо, ко мне подходит, они знают, где я нахожусь. Тут вопрос скорее о чем стоит. О социальной помощи нашим пенсионерам, инвалидам, числа на северам, мы в ассоциации заключили договор только с форпусом средствам нам удалось, они идут навстречу, единственные пока кто идет нам навстречу. Кто? они на 8 семей в год обеспечивают бесплатно дровами 30 кубов и финансовую поддержку ассоциацию оказывают, ну там 10 тысяч в год. Это в принципе немного, но тем не менее даже эта поддержка большую роль играет для нас, потому что она одна единственная. Мы обращаемся в другие промышленные организации, которые занимаются ну в лесу, мы в дальних фронт и салит, нас игнорируют, нас не слышат, нас не видят, не хотят замечать. Вот этот вопрос стоит, чтобы может быть вы так же поспособствовали, чтобы на нас обратили внимание и все-таки нам какую-то помощь оказывают, что 8 семей, оживающих в год, ну в 3-4 раза больше. Приходится им всем отказывать, одним привозить, а остальные все сидят как сидят. Давайте так. У них нет даже денег на то, что мы даже держали там... Я с вами согласен. Давайте сделаем таким образом. Вот вы, скажем, представляете интересную молодость народу. Давайте сделаем таким образом, когда мы с вами общались. Есть проблемы? Давайте напишите в моем. Я с этим проблем могу... По результатам встречи мы вам напишем, конечно. Понимаете, у нас каждый месяц, если не каждый месяц, то через месяц у нас есть специальные правительственные часы, когда министром правительством бывают господи, краевой думой, но ты отчитываешься мне. При необходимости, если есть необходимость, мы их приглашаем, потому что бывают такие проблемы, которые нужно срочно решать, или вы возникли на такое, мы приглашаем. Ну, через комитет и так далее. Я просто вам немножко не так говорю, как работа системы. Поэтому, давайте вы мне пишите, соответственно, это положено людям обеспечить дрова, но у кого частный дом. Я уже не буду углублять со мной на программах и так далее, которые относятся конкретно по вам и так далее, потому что это можно долго говорить. Есть проблема, вы пишите. Я буду идти заниматься. У меня на сегодняшний день обязан такое, что я обязан заниматься. Потом, если какие-то вопросы будут решаться, я вам буду ставить безвестность, что мой вопрос по этому вопросу на вопрос решено, вы происходили вот так, вот так, вот так, чтобы вы знали, к кому обратиться. Если потом, когда решение принято и оно не выполняется, вы уже спрашиваете того человека, который обязан выполнять это решение. я на сегодняшний день, насколько я знаю, этим вопросом должно заниматься администрация города. Раз люди живут в городе, администрация города должна этим заниматься. Ну, я больше, чем уверенно, сейчас задам простой вопрос. Вы заявление на главу города писали по поводу моего рода? Конечно! Какой ответ у вас есть? Подождите, давайте, какой ответ вы получили? Как какой? Вам они обязаны ответить? Ответы там есть, но это мне нужно смотреть, там, что-то много, из прокуратуры, из администрации. Самое главное, это вот, вы мне скажите одну, там, Никитцева, Александра Александровна. А у нас сегодня является зловой городом, в целом, в городском посетении, так. Вот, вот чудненько, вот с ней, как раз, у меня конфликт и начался, когда она еще была, там, генеральным директором, там, ну, это совсем другая конструктура, она там была, да, директором дыр, вот как раз, да, вот эти вот все, вот давайте так, вот, пятого я еще занят, ну, у меня, тоже, по судебности, по земельному участвуют, по дому, все это, через логу это все идет, уже до суда дошли. Мою же землю, на котором дом стоит, у меня ее и забрали, мне же ее, как, в бельневосточный гекар подсунули, но сейчас я все восстанавливаю обратно. Подождите, как ваш дом, мы забрали, потом вы что-то не договариваете, это что-то не то. Подождите, сейчас и дом, давайте так, я понимаю, у вас там много проблем, вы не можете разобраться. 6 числа, я вас найду, я же, 6 числа, я буду хабаровске на заседание дома, поэтому 6 числа мне не будет, я там улетел никуда. Давайте так, у меня, у меня будет помощник, вы, вы документы, свои предпетельники, собирайте документы, можете оригинал не давать, снимать копья, потому что мне надо, куда вы обратитесь, какие вы получили ответы. Все это, вместе с обращением, приносите помощник. А потом, я уже буду вместе с помощниками разбираться, потому что там есть юридический момент, на который надо вникать, посмотреть, где вам не законы, где законы вам ответили, ну, там очень много, потому что вот так, один с вами только мы сегодня разговаривали, мы так не закончили. Самое главное, это у вас... Есть проблема, пожалуйста, обращайтесь, потому что, у нас, кроме того, что у меня есть помощники, у нас еще есть юридический отдел, в Хабаровске. Если есть вопросы, которые мы здесь не можем разобраться, и, грубо говоря, в 10 минутах, мы будем через юридический отдел, у нас есть юридический отдел, в краевое, поуминное. Вы же с законодателем и думал? Да. Вот самый главный закон, это вот об общинах, который был утвержден в 2000 году, но сейчас, у меня, у меня, последний, 16-го года, это уже не закон, а национальную хозяйство. Это закон для тех, кто все хочет хитрость. Вы смотрите, что вы понимаете, давайте вот, что вы понимали, это, во-первых, законодательный дума субъекта федерации, в частности, Хабаровского края, не может принимать закон, который будет беречь федеральному закону. Мы только можем местных законов подгонять под федеральный закон. Это по закону, понимаете? Мы, там процедура, но чтобы изменить какой-то закон, который нам не нравится, это не так просто. Это мы обращаем не один субъект, мы также пишем на там других субъектах, что они поддержали нас вносить этот закон, законопроект, который мы хотим, чтобы изменить, вносить на Государственную думу, а там еще будут комитеты, мы смотрим, и принимаем это решение, менять или не менять. Поэтому давайте так, это не так просто, чтобы вы понимали. Но почему-то у нас в Хабаровском крае Министерство сельского хозяйства агрономы умудряются там менять закон, они не могут закон меня, все, я вас найду, больше никого нету, первомачальник, который сейчас. я буду принимать, мы можем, мы можем, мы можем, там будет расписание и так далее, я буду принимать, извините, что мне надо. я буду принимать, быстрее всего, два раза в месяц, потому что, ну, у меня, поймите, я, во-первых, не освобожден, во-вторых, я месяц, где-то примерно 12-14, ну, 12 дней, скажем, бываю на заседаниях, мне остается только, посчитайте, 16 дней для себя, чтобы работать, кроме этих, ну, еще, ну, есть другие моменты, еще два дня я в месяц буду прием проводить, а полмесяца, как вы говорили, я не работаю, поэтому, в основном, будет работать, ну, это так тренировано, в основном, будут работать помощники, а я буду контролировать всю эту работу. Так, слушай, да. Июшкина Сталина Георгиевна, я врач из-под диспансера, председатель правления ассоциации и председатель Совета ополномоченных по Николаевскому району, при главе Николаевского муниципального района. У меня вопрос, первый вопрос, это, значит, по льготному лекарственному обеспечению жители сельских поселений Николаевского района, ну, и не только Николаевского района, относящиеся к коренному отчественным народам севера, имеют право на льготное лекарственное обеспечение. То есть, если они обращаются к себе в пункты, ФАПы, с какими-то определенными заболеваниями, чаще это простудные заболевания, ну, там еще есть небольшой перечень, значит, они, им могут быть выписаны рецепты, бесплатные рецепты, на лекарства. Но эти лекарства на ФАПе их нет. То есть, человек, получив там рецепт, в лучшем случае, если получил, должен поехать в город Николаевск, в аптеку номер один, и выкупить лекарства там. Подожди, выкупить или получить? Получить, получить бесплатное лекарство там. все-таки лекарства дают? Да. Но, из таких сел, как Нижнепромди, Олеевка, Пуэт, им вообще не выгодно ехать сюда, в город. Лучше они там у себя, на месте, купят за деньги, потому что у них нет возможности такой, чтобы постоянно, как заболев, ездить в город Николаевск и покупать лекарства. Значит, этот вопрос многократно мы уже поднимаем, я не знаю, уже сколько лет. Да. Уже министр здравоохранения отчитывается, там, у нас Совета по полномочиям, что все этот вопрос решен, что лекарства вот уже в аптеке лежат, но за ними никто не обращается. Но, как бы вопрос еще стоял в том, что эти лекарства должны доставляться на эти медпункты, чтобы человек, обратившись на медпункт, мог его тут же получить вот здесь, вот на месте, а не выезжать в город Николаевск на море. Я говорю, министр здравоохранения уже отчитывается, заместитель был у нас на Совете уполномоченных в этом декабре месяце, она сказала, да, препараты уже, уже как бы находятся, а приходите и обращайтесь на препараты, до сих пор нет. То есть, до сих пор этот вопрос как стоял на месте, так и стоит. Ладно, вывесили уже эти списки в медпунктах этих лекарственных препаратов, но медицинский работник должен как бы сам видеть, вот пришел к тебе житель коренной, ну так ты скажи, вот ты вот сейчас заболел, у тебя лекарства, можно вот такие-то, вот такие-то выписать бесплатно, давай сделаем это. Медицинские работники это сами не предлагают, хотя уже много раз перед Кондаковой вопросом расставился, она говорила, мы этот вопрос решим, все будет хорошо, но вот по мне не так. Я понял. Каждый год, да, мы слышим о том, что вопрос решал. Я сейчас давайте, мы с покупками, мы потом, которые мы добываем, и потом, начнем с того, что мы лично отношения, мы с моего отношения уважаемым министра завоохранения 8-11. Я сразу вам говорю, потому что, во-первых, вот эти проблемы, о которых вы говорите, я даже знаю больше, чем вы говорите. У меня тут много работало отель управления, прекрасно, что там происходит. Я этот вопрос поднял на печок оба. У нас есть обязательные медицинские препараты, которые должны обязательно находиться в аптеках, но что было бы мы сделаем? После того, как мы поменялись руководители, учреждения, фармацевти, ну, я не знаю, я не буду пока нафутерировать, потому что на каждом заказе что, надо говорить, отвечать. После того, как у нас, вот фармацевти, вот так все, перевернулась. Перевернулась. И что происходит именно в аптеках? В аптеках дают команду. Значит, вот приходит, простое снято, да? Нет, вот это вот это лекарство, которое обязательно должно быть. Они говорят, у нас нет. Приходит проверка, а у них каждый в одной штуке там лежит для проверки, еще, потому что есть препараты, которые при проверке прокуратуры и так далее. Если она не будет, их будут наказывать штрафом и так далее. У них лежит запасе там. Но для людей это нет. Я его проблемознаю. Мало того, я этот вопрос уже поднимал. Крайовой думы, значит, комитет социальной защиты и так далее, потому что мы у нас объединили, ну, не поднимали. Комитет. Вот. Сейчас этим занимаемся. Мало того, когда к вам приезжает какой-нибудь руководитель здравоохранения и каких-то встреч, мне в крови так вам обязательно к старшему инвестирую, что я присутствовал. Если я не буду присутствовать, будет присутствовать. Значит, он является координатором АТФ, имеет право, он является моим помощником и есть еще второй помощник. Он имеет полный право по, скажем, присутствует на любое заседание, на любое собрание и так далее. Понимаете, а кое делать, когда, вот, вы говорите, замминистра, да, присутствовал где-то там, я так понимаю, про замминистра и директор разговоров. И министр, и замминистра. Вот. Скандакова, ну, с ней очень сложно разговаривать, потому что она всегда везде говорит, что у них все хорошо, я знаю, что все плохо. Мало того, я сейчас планирую поездку по району. Суть для поездки высокого. Я буду приезжать по району, по делению, снимать папу, вот именно снимать, не только разговаривать, снимать папу, и это я буду все передавать в Краевую Думу и, соответственно, передавать им помощник губернации. потому что сейчас у нас пошла такая практика, когда люди обращаются, потому что люди есть разные, тоже неотрицаемые, кто-то пытается хибрить, кто-то еще что-то, а кто-то наоборот, человек, часть, и так далее. Поэтому сейчас практика пошла такая, если люди обращаются, желательно иметь полную информацию и они просят снимать и смотреть проверить смотреть и так далее так далее поэтому по факту по факту с учетом того что мы сейчас президент выступал и говорил сегодня скажем так перед того что мы будем то во всех деревнях сейчас должны быть прекрасные папы хорошим обеспечением я честно скажу так я в облаках не летаю я думал что вряд ли будет так как говорят но может быть что-то изменить а пока пока не я еще раз говорю если такие проблемы пожалуйста обращайтесь я человек такой скажем я всегда доступен коммуникации поэтому я всегда буду вмешиваться кому-то нравится кому-то не нравится песни проблему если человек пришел к власти если он стал руководителем он опять выполняет все если какие-то нюансы который человек по теме причинам не может помнить он должен выйти предложением что ему мешать делать а если он молчит ничего не говорит ничего не это это не выход сегодня глобально стоит вопрос по-другому посмотрите идет отток населения от района от края непонятно почему задача стоит делать так а делать можно только одни путем создавать условия люди нормальные условия чтобы люди были зайти что-то на полотенце поэтому это нормальные вещи вы его не оставляете мы скажем вместе снять говорит об этом у меня второй вопрос значит все во многих наших селах были раньше объединения но не во многих но по крайней мере в хуэре в иннокентийске были национальные объединения это по ставке или сколько там выделялось при доме культуры и человек занимался пропагандой и развитием национальной культуры то есть создавались национальные объединения там люди собирались говорили на на родном языке шили какие-то одежда шили делали поднял национальные объединения и в хуэре тоже теперь там подождите уточнить сократили кто я так думаю что в городе николаевского района николаевского района мне надо понять кому обращаться они знают эту проблему и хотелось бы чтобы возобновили возобновили ставки но я уже не говорю ставку хотя бы пол ставки сделали бы да человек человек бы этим занимался ему оплачивали и и создать такое же объединение поселки лазерик там тоже люди собираются все на общественных началах естественно никакой материальной поддержки то есть ну как бы вот это вот надо поддерживать и и третий вопрос сейчас находимся в центре национальных и творогах на учительных народах города николаевского района здесь раньше были кружки декоративно-прикладного искусства люди приходили сюда на концерты сейчас сейчас здесь нету ставки сейчас кучков этих не ведет почему потому что также опять же я так думаю что администрация района сократили ставку нет ставки мастера декоративно-прикладного искусства есть здесь только детский театр газ туда ну это хорошо это очень хорошо они ставят постановки они участвуют в праздниках дне города выступает в рдк им нужны костюмы хотелось бы чтобы здесь во-первых открыли ставку мастера декоративно-прикладного искусства чтобы возобновились кружки могли бы здесь открыть швейный цех шить национальные халаты ну про пропагандировать нашу культуру это было бы можно но здесь сейчас все сократилось до того что все работники этого центра являются тем методистами и с них сейчас требует а чтобы они приходили на самоокупаемость чтобы они провели мероприятия чтобы они сами себя обеспечить платные мероприятия поэтому и все сошлось к тому что здесь только провели мероприятия на кружки дети не ходят а было бы очень хорошо не развиваются не развивается наша культура хорошо вот сейчас я по поводу ставки депо и еще мы еще пока не обращались вот сейчас я озвучивал этот вопрос почему потому что он не дамы у нас отрел этот вопрос у нас будет коллеги этот вопрос обязательно будет озвучить коллеги коммуне мы вас пригласим обязательно 11 числа 15-15-30 начало в администрации для заседания коллеги коммуне района этот вопрос мы обязательно поднимем тоже мне к вам поднимем тоже мне нужно чтобы мы развернули вот эту фронтену описывать и передать мне потому что мне надо понимать мне надо во-первых понимать желательно желательно хотя бы мы скажем у вас было предположение расчетов ваша общественница скажем присутствует в авторе ведь он такой подобный отдел экономики и для ничего такого нет для чего говорим вы понимаете что может о чем-то мы скажем уже конкретно был какой-то расход мы должны понимать на какую скажем сумму идет разговор потому что понятно там оплата и люди а дело в том что у нас там является к реалам и у нас нет не юридического адреса не юридического адептологии да мы не юридической рекламы все и мы как бы реалам в нашу долгую жизнь объяснили получается давайте тогда мы конечно хотели бы даже не я понял давайте вы эту проблему давайте эту проблему у меня развернут напишите передайте пожалуйста я дальше буду скажем так не подумать откуда и с кем начинать вы понимаете вопрос то суть в чем центр терять свое предназначение изначально когда его создавали они его превращают как обыкновенным методическим методом я понял вопросов нету я понял задача сохранить быть национально развивать потому что ну тут есть многие вопросы которые им ставят с начала года год календарем начинается им ставят цель заработать сколько-то денег единственная цель руководства учреждения ну мы с вами когда общались я вам говорил что задача не в том что им ставить только заработать деньги надо чтобы заработать деньги надо научить людей заработать деньги надо поддержать ну я ну я думаю многие из меня знают я тоже предприниматель я тоже сначала когда начал я прошел все этапы скажем ну начал разнорабочим водителем и так далее и так далее я прошел это и для себя учился ну то скажем обучался сам обучение скажем так сегодня не там просто надо работать деньги в наших условиях потому что во первых это самое главное это надо знать законодательство знать налоговая система и дальше уже другие моменты а уже не говорю о том что мы нужно финансовое подкрепление от чего-то отталкиваться ну а когда разговор идет вот скажем вот таких моментов как развитие национальных быт молодец наружу туда совсем другая другой подход это моё мнение я почему говорю что вам разорванном виде мне напишите мне передайте потому что понимаете когда говоришь скажем так в выпускном форме говоришь но не подкреплен ни цифром ничего это немножко неубедительно да мы все что-то хотим но когда уже есть от чего толкать мне проще разговаривать я еще раз говорю я готов помочь готов но вы поймите правильно это не теория о том что мы ничего не будем делать а за нас мы все должны сделать как говорится приготовить у меня не получится поэтому мы должны с вами совместно работать вы со своей стороны я со своей стороны вы должны заниматься тем что вы умеете а я буду помогать вам то что мы скажем я могу я честно скажу я человек прямой я ни от кого независимый я не стесняюсь прямо вещи говорить кому надо и где надо при поднести как надо я с этим мне прошло поэтому поэтому давайте мы будем работать я готов вам помочь просто у меня проблема мы почему вот эта встреча организовали потому что мне нужно понимать что происходит потому что одно дело когда в доме сидит приходит там министр культуры замминистр культуры они сейчас со своей колокольности это преподносит что меньше у них было нагрузки у нас все хорошо вот я говорю вы же сами сейчас сказали что министр культуры говорит а у нас все хорошо все обеспечено я знаю я знаю что она банна я знаю что она банна я знаю что она банна пожалуйста выдали журнал, но мы его не освоили из-за того, что ее просто нет, мы ее нет. Я так думаю, что нужно, Паша, подождите, я хочу поточнить вот этот момент. Вы закончили уже оплот или еще ломите? Ну, как бы сдали журналы, сейчас только вы выдаете еще раз, но я еще не понял. Почему я задаю вопрос? Потому что я знаю, что до сих пор еще ломят? Нет, это журналы журналы, выдают двадцать указов. А я говорю за девятнадцатый год. А, все, все, извините, я понял. Там просто переходами получается год, журналы выдаются за конкретный год, вы именно передоохраняйте на фронт. Это очень просто дело. 25 декабря заканчивается, это в прошлогоднем. А некоторые уже, кто-то из Хабаровска, приезжие, которые туда приезжают, якобы, целый бюджет пополняют. Но они этот бюджет, они налоги вводятся вот там, где выписывают. Проблема, в чем это радует? Сейчас я... Давайте я скажу уже, давайте... Вопрос... У них уже документы выписаны на двадцатый год. Они спокойно сидят и ждут. А нам сюда придут документы. У пятого он знает, он рыбал, четвертого он знает. Давайте, давайте, без эмоций. То есть, получается, у вас проблема, теряя, проблем документов. Вовремя передают, но на документы разрешены ничего. Я думаю, что именно конкретно по ходу молодых колюшек. То есть, мы заметили такую динамику, что у нас и пало. То есть, колюшка не выловлена. Ее в агуре просто нет. Я так думаю, уже бить тревогу не только по красной людей, но и по молодой колюшке. Как и вычеркнуть промышленникам. Вот, естественно, тысячами тонн, извините, сотенами тысяч тонн, да? Правила на таком-то количестве есть. можно по аликсуру, можно по аликсуру, все народы называют, знаю я, не знаю. Своечными данными, соответственно, Минсельхоз выдаёт, в общем, через мотор и рост рыболовок, выдаёт квоты. Сейчас возникло вопрос, у нас в результатах тоже возникло вопрос, но с каким суктором. Как вы выдаёте, как вы прогнозируете, как вы определять, или они не работают, что у них расходится с фактическим количеством рыболов по морю, потому что, да, действительно, есть тенденция такая и есть. Вроде бы должно быть столько, а нам приходит два, три, два, три. Ну, знаете, давайте так начнем. Я понял, я понял, я понял. Это не только маловороты, это и пазят, которые пишут также. Уменьшение численности? Во-первых, если вы хотите узнать манью, то есть. Во-первых, вы же прям прекрасно помните, я смотрю на моём возраст, дальше даже на манью. Я судаклихо 8 в том году. Я нападца перечислил. Удив, Али, Азенпах, Нинокейтвитка, Алиевка. Ну, Алиевка это... Это Алиевка значился. Они ещё отдельно были, да? Нет, нет, Алиевка, Алиевка, Алиевка. Они ловили, они ловили. Ну, я что хочу сказать. Кто из вас понял, сколько они ловили? Тихо, тихо. Они вот ловили меньше, чем сегодня одна предприятие. Да. Меньше, чем одна предприятие. А сегодня, вот посмотри, что происходит. Одна предприятие там примерно 5-6 тысяч тонн. Другая предприятие. Я уже не говорю о том, что происходило на Муре, да? Просто картеры сюда не могли пройти. Сейчас, вроде бы, по решению восстановления ингредиаторов, вот эти вещи должны прекращаться. Сейчас мы уменьшили квоты, мы ещё и так далее. Практически мы перебили весь товар. Само собой, чего? Сейчас задача стоит восстановительно. Я, честно говорю, на то, что сегодня принимается на Краевое Думе, то, что сегодня принимается на губернатор, многим это не нравится. Да, именно. Это многим не нравится. Многим это начинает, ну, скажем так, ну, ну, такое противостояние идёт. Ну, много-то моментов есть. Ну, мы сегодня решили, что нам всё-таки Амур надо вернуть в таком виде, который должно быть. То есть, достаточно у нас надо поменять меры, для того, чтобы восоздать весь биоресус, который должно присутствовать во многом. Сегодня, вы смотрите, да, я вам скажу так, я не знаю, насколько это правда или нет, я сразу сказал, что я не рыбак, но сегодня многие люди говорят, что сегодня идёшь, когда на море, там, щуки, так далее, когда кидаешь, ну, каждый станет, вот этот осёплывание. Да, идеально. То есть, это признак того, что стадо начало восстанавливаться, восстанавливаться. Щуки-то нет, выходит на осёплывание. Ну, мне много об этом говорят. Ну, что жулеет мне. Нет, ну, говорят. В самом деле говорят, что они попадают. Многие говорят об этом. Я говорю, я не рыбак. Не большая, но её попадают и много. И на уточке. Раньше такого не было. Я к чему хочу сказать. Если было, скажем так, о сёплывании топородов. Это не шутка. Это не шутка. Это не шутка. Это не шутка. Ну, хоть и братанестов присутствует, мы это же всегда сознаем с вами, что мы всё же делаем. Но уже есть результат. Поэтому, конечно, сегодня будем сопротивляться, будем создавать условия для того, что всё-таки восстановить стаду на море. Потому что мы должны понимать прекрасно, что сегодня реальными людям на море что-то еще будут благодаря. Леса уже практически не осталось. Больше не от чего отталкиваться. Ну, прекрасно знаете, что не процентов 80-90 процентов населения, внешний оборудование, они вообще никаким боком не относятся к золотодобыче и так далее. Поэтому, конечно, надо активно принимать это. Мы сегодня принимаем, скажем так, сейчас очень активно идет работа по сельскому хозяйству. Значит, всё-таки мы поднимаем вопрос для того, чтобы люди, которые в этой деревне, имели возможность вращивать овощи и не только врачи, могли стать, заработать. Я это еще говорил в прошлых выборах, я это и в этих выборах. Я всегда приводил пример. Я вот, знаете, я каждый год... Ну, там ворота или к тому что мы еще заплатили? А 7-8 тонн я картошку только у тебя в участии вкапываю. Картошка, морковка, цветла, капуста. У меня всё когреб сейчас лежит. У меня бригада, две бригады работают, все две бригады я обеспечу своими овощами. Проблема в чем? Что вы сегодня, когда люди не отворачивают, они не могут сдать его, продать много. Потому что тут опять присутствует вот этот 44-й ФВЗ, где мы поставили рядом с картошкой банан, еще еще. А где эти бананы? Что мы слить за бригадами. То есть сейчас вот этот вопрос тоже мы подняли. Этот вопрос и стоит в надежных регионах, районах Хабаровского края. Поэтому работ очень много. Но самая проблематичная то, что мы сегодня, понимаете, чтобы обеспечить вот эти программы, нужно опять же деньги. Почему я говорю, опять же, у меня деньги? Посмотрите, вы сегодня вырастили за картошку. Кто будет 500 килограмм где, кто будет, кто будет. А, ну, по образу говоря, церковь нужен там 50 тонн картошки. Надо это аккумулировать в одном месте, чтобы потом гарантированно обеспечить, скажем, ну, государственным так сказать, вот этим процессом. Потому что вот так надеяться, что мы завтра он 50 тонн, 200 именно тогда, а потом до завтра он кто приходит, и там мне уже нет 200. А там же деньги, садиками, скачками, у нас картошки в своем месте. Тут есть очень много нюансов на проблем, которые нужно решать. И знаете, вот, я скажу вам так, что, вот в этом плане на губернатор очень такой коммуникаторный и очень активно на вот этих вещах пытается еще задействовать, потому что он был действительно, они нас тут запущены. Это же не для первого и секретов. Мы сейчас бьемся на то, вот, фатариумных электроэнергии, то, что у нас происходит. Вот буквально вчера у меня один предприниматель сказал, ему нужен 2 мега, 2 электроэнергии в районе Георгии. Само, например, там нужно сделать реконструкцию, вот эта поставка. И опять нет. Зачем напрягаться? Они подняли тариф, потому что они обоснованы чем-нибудь? Что, Николай, если ты должен вырабатывать n-е количество метроэнергии, оно рассчитано на такой объем, так как сегодня предприятий нету, упало, скажем, на потребление, а затраты-то остались, и, пожалуйста, народ поплатили за эти затраты. А то, что надо переделать подстанцию и дать эти гранили туда увеличить, как бы, это, конечно. Зачем? Вы же все смешали. И я наблюдаю этот тест. Это разные предприятия, которые ведут разные дети. Одним продают, вы говорите старифу, подняли. Они не подумают, это не Николаевская тест. Я на ней и там работаю. А вы сказал, Николай, вот здесь поднимай тарифу. Не Николай. Я Николай. Я Николай. Я не знаю под древником. Я не знаю под древником. Я не знаю под древн... Подождите, подождите, я объясню, что происходит. Николаевский тест отводится кому? ДГК. ДГК. Цену на тариф кто устанавливает? Ну даже не ДГК. А кто? А контролируют, так кто? подождите контролирует 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 комитет по ценам и тарифам а тариф устанавливает дырка и доказывает что вот у меня вы меня не объясните я знаю как это происходило значит дтк доказывает что мы себе стоимость киловатт электроэнергии на сегодняшний день николаев в районе обходим на почти 11 рублей а дк в убытке себе на продает мы скажем население правил продает там 4 рубля предприятие наше чем-то с учетом мы задаем вопрос а почему-то а потому что они говорят у нас было колбасный фабрик не работает походе работы кипичный завод не работают и начали читать его развалил то есть потребление уменьшиваться от теста осталось может это остались подожди вот смотрите подожди я вам попроще тогда объясню я хозяин у меня есть несколько предметов в том числе подстанца т.к. кто за это отвечает я потому что я хозяин так хозяин вот этой подстанцы д.к.к. в итоге д.к.к. понимаете то что у меня там палат мы не назвали сибирным это не говорит о том что народ не понимает о чем идет разговор нет это специально сделано для того чтобы побольше урвать деньги и меньше платить налоги так я вам говорю так вопрос в том что мы понимаете сегодня стоит вопрос почему например вот смотрите не подключить т.к. не подключить константиновку отецкий район лазер и так далее увеличить множность чтобы уменьшить собеседливости на киловатт почему не делать о молодец мы сейчас пытаемся этого сделать мы сейчас пытаемся напрягать ситуацию таким образом чтобы вымутить д.к.к. что все таки они не только имели доходы бешеные а вот именно чтобы д.к.к. не занимался этим вопросом народ а не виноват что разводились эти председатели сюда строительные заводы вот здесь рисунки кто нибудь виноват что он не канада на трудовой нет и я думаю что нет почему сегодня задействованы руководством государства края и так далее даже народных отвечает тоже по ходу должно быть немножко по другому а вот куда администрация это у нас смотрится что эти предприятия разваливаются ну тут несколько администрации взять даже тот хлебзавод ему мешал хлеб завод нет нет давайте так немножко вот сам по себе устоял руководство хлебзавод являлся отдельным самостоятельным юридическим лицом со своим подразчетным балансом и так далее руководство хлебзавода в свое время тоже был скажем так стремится к тому что обновить производственные мощности уменьшить затраты так далее этого не было сделано потому что это не свое зачем туда выкладывать вот именно результат получилось и сегодня если мы зайдете в хлебзавод когда вы последний раз там были на хрозовой? да где я по всей рядом живу? нет ну внутри когда были? в теху а внутри? да там страшно посмотреть я уже не говорю о том что по санитарным нормам и правилам там нельзя было вообще хлебить ну я знаю вот и все почему сегодня скажем упирают на то что надо развивать мало и средний бизнес во всем мире во всем мире основное развитие экономики дает мало и средний бизнес потому что она оперативно реагирует она понимаете как например если или большая длинная машина в которой маленьком перекрестке должна развернуться или маленькая вот эта легковушка в которой можно тоже развернуться вот чем отличается мало и средний бизнес от большого ну мы говорим о честном порядочном а то у нас можно сказать когда слово бизнес мы сразу восприятие такой хабубки и так далее сегодня очень тяжелый бизнес работает у нас очень много предприятий промышленных которые работают в нашем районе ну как бы по идее они должны не отчислять деньги у нас в городе а эти деньги уходят туда где зарегистрировано предприятие я угрожаю эти предприятия вот допустим по танку и там всякие например рыбные они тоже где-то там зарегистрированы и там отчисляют свой залог а в законе сказано что они должны не только помогать администрации но еще и корену малочисленным народом это прямо в законе промышленного и очень очень причем очень мало предприятия это делают что мы с длинной встречались там с некоторыми есть так которые идут на встречу потому что они осуществляют эту деятельность в нашем районе а многие просто отворачиваются и вот такие вот большие предприятия как сектор допустим который декабрь да они десятками тысяч долларов оперируют даже помогая а у нас этого не происходит ну что мы понимали друг другу во-первых если взять ректор и взять любой другой в нашем районе даже скажем вершинку да ну там абсолютно разные куры там понятно куры там сейчас миллиардный доллар в вороте поэтому тут у меня что не помните я просто вам вопрос другого вопрос другого во-первых те предприятия это происходит от того что нету контроля нету контроля когда нету контроля человек безнаказан поэтому понимаете не только скажем контролирующие органы должны понимать от вас должен исходить исходить постоянная информация что те почувствовали что если они на себя взяли обязанность они обязаны его выполнять если они его не хотят выполнять есть методы которые потому что понимаете я так понимаю при получении квотов на участке и так далее 1 и 2 скажем здесь там на законе прописано 1 и 2 как правило договор мы еще не 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 а второй вопрос что вы сказали там а вы тоже не зарегистов я с вами не то что абсолютно даже больше я всегда против того что предприятия которые работают в детстве зарегистрирован в Москве 194 квадрата облагается бесплатно до 194 квадратных метров все вот это все что вы что вы понимали это лодок вот изменение ловки по а миллион надпись бесплатно да почему что ворот а мне показать и кто будет потому что приходит бесплатно приходится я стараюсь понимать я честно скажу мы поймите мы практически никто не работал мы еще не освоить мы сейчас замикаем мы стараемся вот чтобы понимать что происходит потому что невозможно такой короче не дать законы потом там есть много законов потом по закону а потом есть распоряжение то имя министерства если постановление правительственных там очень много существует стандарты финансовых операций двумерные символы штрих кода для осуществления платежей физических от 14 года но тут очень много что написано я просто немножечко вы хочу вам предоставить такой документ что мы переплачиваем 100 тысяч раз коммунальному не говорю что мы не будем мы будем платить но на законах основания и что власти и я бумажка что на платежи должна приходить сумма платежа в копейках остальная часть уходит оплата членского блока интересно а вот это фискальный платежный документ как и должны оплату мы не говорим что мы не помочь мы будем но на законах основания почему шкх и все другие организации приносят нам непонятной квитанции это не является платежным документом роспись непосредственно должна стоять руководителя и печать чтобы мы не принесли оплату мы ресурсы по конституции российской федерации принадлежат кому на мы должны за что платить за и в этой квитанции видно какие услуги определенной организации были нам предоставлены вот принесли мне документ мы вам оказали услуги на такую-то сумму я расписала сказала да ребята обсчитывать им оплате какие услуги жкх допустим трубы стоят допустим у дом был запущен еще в советское время трубы там что-то поменял если не дай бог что-то случится с моими батареи трубами я вызываю слезарь он мне говорит что оплатить а на каком основании когда идей ежемесячно мне приносят квитанции что я должна платить на каком основании договоров ни с кем нет у нас только договорные отношения и что вообще что происходит дело в том что мы задавали вот это должно быть все обоснованно ну обоснованно понимаете в чем дело посмотрите что каждый раз у нас как правило конституция 1 а дальше темно по другому работает потому что как ведутся принимается у нас страна огромная нельзя принимать конституции которая работала и на кавказе климатические условия разные соответственно у нас конституция 1 после этого принимается подзакон на который начинает регулировать и сейчас чего происходит на джеках чтобы не создавать вот эти проблемы что мы каждый раз на руководитель предприятия тоже мы поможем сидеть каждый квитанцию подписывать потом начать поставить расписывать на что вы делаете но это как я бы не подали тебе значит есть комитет который руководители предприятия прежде чем установить там они они выезжают да и защищает свой тариф защищать то есть они убеждают конечно что вот у меня киловатт там один дикаталорий на тепла стоит 1300 рублей начинает доказывать что у него столько потери у меня скажем грубо говоря гнилых труб мне надо заменить и так далее так далее так далее в итоге на пол там не с тобой понять как не прибыльное предприятие было прислушивано потом предприятие было развиваться ну это законно вот таким условием создается тариф и начинается меняться у нас многие вещи в нашей стране мы обречены когда начинает смотреть скажем законы они противоречивые порой принимайте закон который упали они недавно принятого они уже друг другу не работают мало того вот я опять же говорю торги 4 закон когда она сегодня не дает возможность работать руководители руководители предприятия уже ставят заведом скажем так ситуации когда или они должны нарушать закон под уголовную ответственность или просто тупо не выполнять свои обязанности другого варианта нет что делать наоборот простым отставить свои права в суде очень часто зачастую решает вопросы не заплатил в месяц на все процессы идем обрезаем провода а на каком основании нарушается статьи уголовного кодекса это же не просто только по решению да это чтобы за производство нас в какое положение мы обращали у товарищи пришли так будьте любезны ваши документы только по решению суда у них нет ничего это что такое происходит это я равносильно что я могу совершить пойти преступление заведомо знаю что мне за это ничего не будет а у них ставят допустим в частных в частном секторе люди проживают пожилого допустим возраста да на столбах обрезали провода почему они должны сидеть и все это на каком основании есть же законы которые охраняют этих людей извините это что такое проблема в том что у нас нужно их обязать чтобы давать большинство количества людей не знают свои права права один приняли а дом-то проект был старый в 20-м он имел все притормотили и деньги которые уходили туда получились как будто ну благодаря скажем так то что губернатор вмешивался это не в общем министерство строительства российских федератов через москву решать вот обладали сейчас воды в дом будет вводиться ну кроме этого дома пока ближайшее время я думаю что такое строительство строительство домов целые домов пока не планируется вот я сейчас буду проезжать по 50 килограмм это я вам сразу говорю что вот этот вопрос решает участие ваших представителей которые представляют ваша интереса краевой зумы правительство краевые и так далее это сменись на два стола у нас там специфика тут пчелность если у них в верховье ловится осенние цвета у них больше ничего нет а нам эти 50 килограмм мы вынуждены делить по 10 килограмм 10 килограмм что такое для лососи да это там сало хвостиков по 10 килограмм по 20 килограмм по 30 в этом году вот наверное можно было но я не хочу так ведь делается кромеอก ра на не вот все это при этом без глуши хотя в принципе всегда это все свободно вот об этом речь в принципе, может быть, если свободная она очень больна ну опять же, мы понимаем чтобы вот этот вопрос каким-то Богом и начинать решение вот этого завтра, что необходимо можем от вас поменять инициативно, я еще раз говорю у вас есть свои дела у вас есть свои дела мы очень писали об этом много раз что вам сказали? ничего нам не отвечают по этому поводу сейчас наоборот ситуация поэтому нам ничего хорошего по этому поводу не отвечают но вот на вас и действия вы нам очень звоните ну, скажем так зная обстановку, что происходит сегодня я думал, что мы пока не верим на этот год на этот год-то, конечно, нет я имею в виду 20-й год и, может быть, даже 20-й год вряд ли кто-то кто-то спросит его лечит кого-то почему? потому что там действительно идет такой разборки по поводу ну, самурам так происходит сейчас мы не примут реестр КМНС все же гораздо проще станет все же КМНС автоматически отпадут если оно начнет здесь функционировать этот реестр поэтому я думаю, что в принципе если это вполне можно будет посчитать если сделать нам 800 кг 50 на горбушку на летнюю отдельно 50 на семью это все спокойно посчитается и я не думаю, что это будут прям такие убытки для популяции ну, и еще надо по части по части килограмм я вас прекрасно понимаю по 500-800 грамм вот это вообще сомнение вот смотрите я не против что вам увеличим вопрос в том, что сейчас смотрите там идет спор в том плане что на предприятии сейчас сегодня тоже уже выходит на уровне президента начинает и так далее что понятно люди туда бухали денег построили заводы и так далее а сегодня рыбы вот они дают заводы стоят несут убытки и так далее поэтому ну, я вам понимаете я не хочу вас обманывать я не веду меня прийти сейчас вам хорошо будет вам на 100 килограмм рыбы я реально отталкиваюсь от того что сегодня происходит чтобы вы понимали что происходит мы да мы-то понимаем только и виноват что это не мы столько лет мы нас конечно никто не видит но мы просто пострадали у нас конечно пострадает народ а еще у меня вопрос по электроэнергию сейчас нам в частном секторе самый высокий тариф но тем не менее в частном секторе никогда нету света то есть пенсионеры в основном это будут пенсионеры вы не на улице я имею в виду улицу а вы имеете улицу что освещали у меня 76 лет уже в этом году хоть здесь в городе в любом частном секторе у нас нигде не горят а там это почему-то вообще не пройдет в городе везде свет то есть можно пройдет даже ну грубо основная часть была запрещена а частный сектор вот даже половинку там где не пройти там где не пройти а туда подалежный сейчас зимой зимеет рано вышел человек везде куда-то сходить упал по-моему или еще что-нибудь а самые высокие тарифы мы платим в частном секторе я с вами согласен что у нас нет я почему-то думаю там значит там а там чем дальше малонаселено там будет время обратим внимание не будет разницы нету кто где живет наши российские люди и всем надо быть одинаковыми я сколько помню в прошлом году был разговор с Анатолией Михайловичем и был разговор тогда Андрей он тоже помог мы сейчас занимаемся частным сектором это еще я депутатом не был просто ну там по своим личным проблемам нет мы сейчас занимаем там проектирован ну там например заниматься освещением тоже проектировать надо то все и так далее но судя по вашему разговору честно я не могу сказать но судя по вашему разговору я слышу что да есть проблема но есть проблема вы понимаете не по не и что он приезжает там грунтовка она как то грейдерованных от и к и до мирована можно ехать я проблем я понял проблема в том что разум это крепление обсудить эти дороги ну что я садил а хотя бы регировать как какая-то там есть а много даже делает не только хотят регировать вопрос в том что понимаете это зависит от руководства района если отсюда до по-моему обслуживает горпост дальше обслуживает по-моему зодо и кастр обслуживает богородский дорожник а дальше по-моему другое предприятие корсомольское да и вот возникает проблема потому что весной осенью вернее осенью когда это осень еще начался там когда люди жаловали машины тонули и так далее когда мы этот вопрос подняли уже дошло к губернатору губернатор там уже начал как говорится жестко разговаривать и начали маломастерить дело в том что на сегодняшний день крайне неверно такие средства что выделить чтобы нахожу дорогу нахожу так привести потому что там нужно вложить денег чтобы привести порядок хотя бы как грунтовую дорогу но учитывая того что в прошлом году финансово и так уже было проблемами и еле-еле поддержали на этот год на этот год я честно скажу я шут пока встречу с министром транспорта когда у нас что-то задавать вопрос на скотинах у них наклонок на пополнение на подорожник через него не давать поэтому я пока не готов вам смотреть так же вопрос можно еще вопрос да дело в том что мы сейчас когда будет встреча в соцсетях она будет она будет вы можете прочитать и с вами что происходит проблем очень вы поймите запущено был край вы прекрасно знаете особенно причем и сегодня нету таких средств чтобы ну скажем за два за три на все завести порядок у меня еще маленького я все-таки договорился вот по поводу заявок пойдем на нормовую раньше до 31 декабря заявки подавали все нормально сейчас сколько лет до 1 сентября все хоть община заявки на следующий год только до 1 сентября после 1 сентября лети куда хочешь все бесполезно это подать заявку до 1 сентября до 1 сентября не успел подать заявку на следующий год все ты уже на следующий год так вот перевести до 1 сентября до 1 сентября заявки принимать потому что человек даже та же община он до 1 сентября должен подать заявку если не успел не получится а как он может подать заявку если пути на осенние 1 сентября только начинается с заявками решить и теперь Лена Олеговна сколько раз я вас спрашивал вы хоть раз ездили с лесхозом и так далее проверять как лесхоз самоучасток свой отработал зачистил не зачистил артели хоть одна артель вы проверили хоть один раз как они отрекультивировали вы улыбаетесь а они вот эти артели сколько территорий ТТП по началу в начале 90-х пол Николаевского района было отведено под ТТП территорию традиционного производопользования а сейчас мужику негде цену ногу подставить все артели все позабрали под себя а хоть одна артель проехала по концу сезона проехали проверили вы последний раз когда вы проверяли они обязаны прежде чем получить на следующем участке землю территории они это должны отрекультивировать и так далее во первых теперь эти предприятия за территорией ТТП лесхоз и так далее они обязаны были есть закон пределы двух или четырех процентов я тут сейчас не помню от прибыли перечислять фонд коммен подождите подождите время так говорили говорили так они сейчас что делают подождите во первых надо понимать законы постоянно меняются вот так мы с правом говорить что они нарушают раздражения я не думал что они нарушают с вами почему потому что ну а те нарушают на такие такой безсовест нарушают но не все же нарушают законы значит какие-то мнения есть понимаете когда я не уверен вы сейчас глобальным обвиняете всех подряд ну почему я могу прямо сказать Шудренко такой потому что я работал с ним знают как у него работает с крышек на все дровяные даже строевой деловой лес идет вальгал я вот например насколько скажем от людей я слышал большие стены при том при восходящем ващество довольны он будет помогать он все делает вот так вы понимаете не всем складка сегодня я вам откровенно говорю не всем складка это не говорит о том что понимаете сегодня скажем так взять скажем критиковать это не проблема надо понимать проблем надо понимать почему это так происходит смотри когда они цимулес закапывают а через 5-6 лет оттуда фенол попрет тут даже вопросов нет пожалуйста дайте информацию и куда денется рыба дайте информацию я вам гарантирую что я лично буду заниматься кто там закапывает лес раньше я сам когда-то был и член управления и так далее нам выдавали нам выдавали справки и я с этой справкой имел право с рыбинспектором с рыбинспектором проехать по Амуру и посмотреть кто там и чем занимается а сейчас этого нет но сегодня подождите вот смотрите вы наверное не следите информационно вот смотрите сегодня опять подняли вопрос на федеральный уровень что мы надо передим практически можно сказать передим на стороне систему лесопользования с русским лесокам раньше сколько лесников было а сегодня сколько практически их нет вот и все контролировать я же говорю вам понимаете все происходит от того что нету контроля а когда нету контроля это человеческие свойства когда человек перестает чувствовать в себе скажем такой что он за что он отвечает вот я о чем и говорю вот вам и контроль тема деляну не выделять не выделять я говорю раньше когда работали когда ездили проверяли она не подписывала им протокол ее приемки пока не выполнили то что нужно а сейчас они от вас это было раньше не путайте советские времена не сегодня там там система была другая вот сегодня я не защищаю посмотрите да сегодня он отгрузил тот беломатериал но ему день бы еще не оплатили советские времена и так будет и ему нужно заработать на коллективе задержать и так далее тут много моментов есть я еще раз говорю я никого не защищаю но надо кашлять лучше подходить институту посмотреть что происходит если там есть терминальные составляющие это отдельная тема если там есть мы скажем такой в общем про заявки я предлагаю чтобы мы в этом году в культе что у нас в Николаевском районе в Николаевском районе практически нету кого там наверное я живу в Владивостокской Атрице у меня подал площадь очень глубокий готовый брус пруд порт брус готовый стойки пруд откуда я попытался остановить он даже не разговаривает со мной смотри вы понимаете я пытался остановить вы кто не в это нет вы понимаете вот мы каждый пытаемся выполнять что у него везет вы можете вы можете вызвать полицию вы можете обратиться на тракторскую вот это вы можете остановить машину ну вы кто ну хорошо давайте я водитель вы меня что хотите а что это а какой ваш вы кто что каждый водитель кто будет останавливать отчитываться я воспользовался у меня спросил дорогу ну давайте так если так будем жить каждому подозревать это не жить это я соглашусь с тем что сейчас занимают территорию даже территории традиционного премьерного здоровья занимают без согласования вот я о чем говорю я узнаю что у вас два факта лучше а сейчас еще больше вопрос если вы знаете что мы вот эти длины а вот у меня для этого прессовать прессовать проделки творчество пара вот знаете Продолжение следует... Существует федеральный закон о излечивании детей. Каждый месяц получаем детские. Коренные народы Севера получают детские в повышенном размере 1573 рубля. Есть также подзаконные акции, в соответствии с которыми детские посудия получают, только граждане, являющиеся малоимущими. Также есть у нас программа по развитию Дальнего Востока. Не так давно, буквально в прошлом году. Для того, чтобы повысить привлекательность Дальнего Востока, чтобы восстановить мощный отток населения Дальнего Востока. При всем при этом коренные народы Севера практически все остаются жить в своих родных землях, на землях своих предков. Даже у нас в Николаевске, например, отток населения, но при этом коренные народы Севера в процессном соотношении увеличивается. Не потому, что у нас там рождаемость, у нас наброс смертности сейчас приводит. А за счет того, что коренные народы Севера остаются в основном на своих землях, на своих землях. Никуда они уезжают? У меня Запад, как у нас здесь уезжают, да? Вот в связи с этим просьба у меня к вам. Можете ли вы поспособствовать тому, чтобы детское пособие выплачивалось нам в поставках МНС, независимо от уровня доходов? То есть выплачивалось детское пособие от коренным народов Севера всем, независимо от того, есть у него там прожиточный минимум, нет у него там прожиточного минимума? Честно говоря, я в этом вопросе, я не знаю, почему говорю, потому что, помните, у нас правительство Российской Федерации сейчас выговорили на постановление нового выплачивания детей, касается немало и мужчин, и касается, в общем, для этого надо разобраться, что там в этом плане происходит. То, что касается конкретно МНС, то, что севера и так далее, конечно, я этот вопрос в краевозе подниму, подниму и кредитов отниму, это не проблема. Я думаю, что, конечно, вам надо помочь в этом плане, это не такая большая сумма, которая, с учетом того, что у нас происходит вокруг, это не такая большая сумма, поэтому, по крайней мере, мое мнение такое, да, на поддержку меня необходимо. А то, что вы говорите, что мы, например, вы уже попрыгнуете и не можете в другом месте жить, поэтому, конечно, к вам надо быть ответственностью. Это отношение. Вы знаете, вот, я, честно говоря, я вот морально даже не могу себе представить, вот, скажем, немцами на Кавказе. Вот, честно говоря, вот, я, не то, что он не может туда ехать, он просто по природе не может там жить. Вот я приведу вам один пример. У меня старший сын был, он был тогда сколько, 3 года, по-моему, если не ошибаюсь, я его пойду к нему. Прошел буквально два отряда на третий день, я утром захожу дома, посмотрел, он плачет. Я покажу тебе, что такое, что на нойке? Что, что на нойке говорит? Рыбу хочешь? Вот это все сказано. Поэтому я прекрасно понимаю, почему малочисленные народы, надо обратиться отдельное понимание, потому что этим людям, по-второму, нельзя оттуда выехать. Эти люди здесь уже привязаны, конечно, надо создавать свой. Но я еще раз говорю, многое зависит от ваших представителей, которые наводят на разных уровнях эти власти. Как они это все преподносят, как они стараются. И надо это все говорить, скажем так, не просто говорить, а должны быть расчеты, должны быть обоснования. Когда вы уже начинаете вопросом заниматься, оно должно быть обоснования, то да, это действительно так. Уже на основе этого, тогда принимать решение, тогда и тогда не так. Но молчать, еще раз говорю, молчать не надо. Проблема есть. За один день проблемы не решаются. Мы будем решать, будем стараться, будем думать совместно. Пока не менее, я как преподаватель, я обязан под своим воздействием защищать ваши интересы. Крайновые думы, грубительность. Я буду стараться это делать. По поводу посыпки дорог, мы пешеходы, да, много бабушек, ну, вообще-то бы для... У нас в декабре месяце был общественный совет, и перед общественным советом присутствовал Дмитриевка там, да, потому что у нас по дорогам, буквально ночью, там вечером они посыпали дороги, перекрестки. Чтобы отчитаться у меня на совете, то это то, что дороги посыпаны, все хорошо, все прекрасно. Но дело в том, что у нас в машине уже постоянно движение, и накаты эти постоянные. Можем ли вас попросить, посоветствовать, ну, там, одну информацию, да, конкретно по этой проблеме, чтобы и дороги общего пользования, дороги общественных, поликлиники, и девятое отделение, там, я не знаю, как там дорога, каток. Ну, и вообще во многих местах очень скользко. Ну, и эти вот там используются травмы людей, ну, и так далее, и так далее. Вот, потому что, по-другому это проблема. Вопрос для российских депутатов. Вы же выбирали. Да, нет, а вы не можете посудить? Это вопрос. Это вопрос вообще... Нет, ну, это можно касаться. Люди мне говорят свои проблемы, но это просто проблема, но не вопрос. Поймите правильно, он не может заниматься. Вернее, не то, что не может. Я не вижу ваших обращений, ни письменных, ни устных. Вот обращения. А где вас вообще найти? Меня? Ну, Максима Глотькова, 48. Посмотрите, я почему, по поводу нашего приемных, это будет приемных, у нас там будет на дежуре. Кроме того, что мы поставим на дежуре, помощник, буду я проводить на встрече. Мне же, ну, там еще будет на подсказном дежуре. В том числе и будет Амфан Юрьевич, Олег Васильевич, будут дежурить. Поэтому, когда будете на подсказном, скажем, разговаривать, общаться будете знать, что нужно. Развит с проблем и так далее. У нас есть, ну, не только, у нас ни один, ни один депутат, у нас сегодня городской думы, а там, как я, их несколько, они тоже будут. В том числе, на то, что и товарищ Переджил, который меня занимается по дорогам. Ну, я лично им задам вопрос, но я думаю, что этот вопрос не переговорит. Вопрос непосредственно, вот, Дмитренко, да. Как всегда, у них денег нету, они нищие и так далее, и так далее. Это, по-моему, но это никого не волнует. Да нет, смотри, они выбирают депутатов. Они же знали, кого выбирали. Вы же знали, кого выбирали. Они даже не могут кого выбирать. А, вот если только не помнят, понимаешь, вот это уже другое. Я только что и помню. Таким Золотой Горой обещают. Кто обещал Золотой Горой? Сейчас пообещали Золотой Горой? Золотой Горой тот же. Что Золотой Горой? Ну, что там? Давайте Сталина вспомним. А в чем не Сталина? Нет, ну а что? Он что, не был депутатом? Был депутатом. Золотой Горой. И что? Ничего. Ну, спросите, ну вы его избирали, спросите за него. Он прошелся в депутаты? Нет, значит, вы не окремнулись от него. Не решает. Вот так вот, нужно забраться. Куда забраться? Ну, я забрался. Что я с этого имею? Ну, я не знаю. Я не избирал. Ну, я же не скрываюсь. Я вот сижу с представителем. Значит, дорогие мои, надо научиться. А вот к Никитову я так и не спрашиваю. У вас есть депутат на городском. О чем я говорю? У них есть депутаты районного собрания. Поэтому не надо стесняться. А не так сразу на Верховном, скажем. Не надо стесняться, надо обращаться к ним. Если они бездействуют, это уже другой вопрос. Это другой вопрос. И тогда мы можем обращаться дальше к нам. Я не отказываюсь, как бы, заниматься этим вопросом. Это раз мы обращаемся, я, естественно, задам вопрос тем людям, которые за это отвечают. Но, естественно, вот сегодня, смотрите, по большим счетам, я не думаю, что городское районное депутат не может быть. Вот можете сказать, кто там идет? Единственное, что они приходят на совещание, когда надо за что-то голосовать. Ну, все. Какой депутат сегодня был на своем избирательном округе, посмотрю, что там происходит. А когда я делал встречу со своими избирателями, у них были проблемы. Никто не хочет. Потому что так система создана. И самое главное, никто с них не спрашивает. А спрашивает должен руководитель Совета депутатов. Она должна спросить всех, что вы сегодня делали? Вот я, например, каждое месяц мне требует отчета. Сколько у меня было обращений, чем я занимался, видел вот отчет. Как вы здесь работаете? Потому что организована работа. И так должно быть. Тогда и депутат немцы. И не так, чтобы. Когда мы должны избираться, все хотят. Вот когда человек поработает депутатом, почувствует насыщение, мы подойдем на нагрузку. Тогда не каждый момент захочет быть депутатом. Я сегодня тоже работаю депутатом бесплатно. Вообще-то сначала. Ну, я на себе взял этот обязан. Извините, я рамчал его, поеду, понял. Вот и все. Поэтому требуетесь депутатов на районном масштабе. Мироскопа, пожалуйста. Крым, все республики поселения. По своими избирательным участками. Это информация. Вы не терчатки, что мы сейчас. Нет, да? Нет. Я думаю, если сейчас лицом губернатора, и ему мы задали. Естественно. Правильно. Я не желаю. Молчать и не надо. Из крайних тех крайних. Имейте какие крайности. Нет, я вам тоже прошу, не задавать вопросы общественного. Значит, давайте по каринам нормы. Мы с теми, как мы будем сейчас задавать вопросы. Почему? Можно задавать вопросы. Любое. Да, это понятно. Про проблемы общественные. Нет, мы с теми, как мы сейчас. Мы с теми, как мы сейчас. Давай поговорим. Сейчас мы проводим по правительственным делам. Но это не меняет. Посмотрите. Сейчас у меня есть. Дело в том, что я буду сейчас... Я сейчас буду участвовать еще на собрании депутатов. Городство и родственников. То есть я не полноправо, и я буду восьми собрать. Нет. Потому что информацию сейчас я получила на вас, на что мы сейчас будем. Практически депутатами местного города. Каким участком, какие депутаты, чьих уходить. Скажите, пойдем узнать. Вы уже говорите. Сейчас я буду, когда буду у них на встречу, скажем, депутатами, я поддам вопрос. Почему депутаты не наобладают? Почему депутаты не организуют встречи? Почему народ вообще не знает, как они поедут в парк? Как не хотят. Мы просто не знаем, мы даже не знаем, куда обращаться. Собирайтесь. Все, они пошли за депутатами. Вот так им было выбор, происходило выбор. Ну, это сейчас. Поэтому не надо уникать, чтобы люди не знают, как депутаты. Все знают о проекте. Поэтому зачем? Ну, раз бы мы это не прошли депутаты, ради бога, мы сработали. Я же не должен быть на работе. Да, правильно, они не знают, они не знают, да. Я шавкуна. Владимир, они виноваты, что они не знают? Куда обратимся? Так я и подсказываю еще. Все вопросы задали. Мы еще остались вопросы. Я подсказываю. Я хочу спросить, пожалуйста, морщина. Вот почему так вот сделали такую олимпичку, как бы вот эти люди, народ и МНС, да? Вот почему фермерам, у них коммерческая организация. Вот они могут свою продукцию продавать. А почему наши националы не могут сделать коммерческую? Потому что вот, я помню, у меня взрослый, подождите, можешь рассказать? У него бабушка, там, родственники, собирались совсем тело, собирали свою продукцию, там, рыбу, мясо, вязали там, еще что-то. И возили даже в Китай, на своих лодках, больших деревянных лодках, они так давали свои продукции. А почему нас вот так, в эти рамки поставили, мы только для себя можем поймать, и то для себя не все можем поймать. Посмотрите, я поясню, я понимаю, что в этом году, то, что государство, вам здесь складывал, обедает там, код, и так далее, это государство помогает вам, в частности, там, в каком-то, целом-то районе, в конституционном государственном, вましたом, классическом, помогает вам дополнительно. И здесь государство, немножечко вам ограничит, в каком плане, чтобы вы не перечлили, мы скажем, то, что государство вам помогает, В этот помощь, которую мы должны выпущать и так далее, перейдите на коммерческие основы. Если вы хотите заниматься коммерцией, пожалуйста, откройте фирму. Кто вам запрещает открыть фирму? Откройте фирму, пожалуйста. На где мы будем говорить, что все участки заняты? Чтобы открыть фирму, надо быть подкованным. Где юридические виды? Об этом нет. Это другой вопрос. Когда мы с вами общались, я вам сказал, что да, сегодня стоит вопрос, что надо младшительным народам помогать, обучать. Обучать в том плане, чтобы они могли заниматься бизнесом. Да когда будем? У нас предприниматели из Нортосевера. Что у нас в районе? Я двоих и знал, я их здесь не вижу. Двоих я и знал, но знал, как я. Помните, когда я говорю вам? Вот мне, честно скажу, мне вот не нравится, понимаете, здесь тоже вопросы к вам тоже есть. Вам было тумане такое. Не нравится, когда вам дают квоты для вас лично, а по вашим квотам браконьеры, я не буду назвать фамилии, я прекрасно знаю. Когда он по вашим квотам ловит, вы сидите, извините, палец и свете, а ровно зеленый зарабатывает. Могу ответить? Могу ответить? Могу ответить? Могу ответить? Потому что поставили в такие рамки. Я же говорю, понимаете, мы с вами вместе должны работать. Мы с вами вместе должны работать этим образом. Чтобы обучать, научить вас и бизнесом, и чтобы вы могли латильных, вот скажем, словно… Нет, вам не нужно… Вы спросили у нас, но можно вообще бизнес это сделать? Вам не надо? Я просто у тебя спрашивала, а можно бизнес? Рыбой этим заниматься продавать? Может, не надо, просто так, для каких-то тысячеров… Мы ставим не в промышленность масштаба. Нет, почему? Не хапли до начала. Как только начнете заниматься, когда почувствуете первый вкус? Нет. Дальше вы захочете. Я отвечу, почему? Почему квотицам отдают само КНС, а кто-то рыбачит? Отложите, пожалуйста. Первое, Вина Олеговна. К кому есть, кто писали, кому привезли в этом году, какая-то нормовая рыба? Привозили? Кто привозил? Община. Половина не знает. Вина Олеговна, как заявки подавались? Записали, пришел человек, заявку подал. Подождите. Тихо, 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 тихо. Мне не надо предпускать. Во-первых. Во-вторых, Участки все, их в пределах 16, традиционно. Помню обращение, и к полгалу, и к заместителю генерального прокурора. На все ответы у меня есть. Я вас найду, я вам принесу. А вот почему получается. А получается то, что участки розданы не тем общинам. Взять городское. Эта община, она абсолютно никакого отношения не имеет к КНС. Абсолютно иначе. А как он оправился к КНС? А вот я задавал тебе вопрос. Минюст, они не проверяют. Подождите, подождите. Как вот эта община была оправдана? Да давай вопрос. Давайте, пожалуйста, мы дали информацию, мы проверяем. Поехали с меня. Община городская, самый мощный участок. Ага. Значит, логично? Девять километров протяженных. Тринадцатый городской. Она же и называется городской общиной. Согласно закону, национальная сумма общины, у учредителей могут быть не менее трех человек из числа КНС. И состав тоже, не менее двух третий. Теперь это, община городская, это, Алхимович. Кто? Алхимович, Виктор Петрович. Он же генеральный директор, это мы... Виктор Петрович? Соловьёк от Соловьёка, правильно? Совершенно верно. Он, брата Соловьёк. Командарта, абсолютно никакого отношения. Я же... Вы меня слышите? Дайте мне информацию, я тут же буду обращаться к прокуратуру, прокуратуру, чтобы провели прокурорский проект. Законно, мы вот это общение. По этому поводу я обращался к Калину Олеговну. По запросам у меня с женой и с внучкой, вот это братья, обласкали высшей крыши, на Амуре. Ну, как я говорю, кому нормаловец, у меня тут туда не пустили. Они работают, Дальний Валерий Сольцов, или как они? Дальний Валерий Сольцов. Дальний Валерий Сольцов. Генеральный директор, общий матч, он же, соучредитель. Я, честно говоря, фамилии мне ничего не говорят, я не знаю, кто такой это. Вам не говорят, а мне говорят. Я с 1992 года... Подождите, если вы знаете, подождите, если вы знаете, что у меня такие люди никакое отношение не имеют на МНС, в чем проблема? Давайте, я вот, давайте так, вот сейчас у нас время тоже ограничено, я не могу накатать. Давайте так, информацию мне дайте, я буду обращаться к прокуратуру для проверки. Здесь обращение фургалу, копии, фургалу, заместителю генпрокурора, природоохранного прокурора, они говорят, все копии, все, куча ответов. Поэтому я вам говорю, чтобы нам сейчас с вами здесь не сидеть, там документы смотреть, приходите на приемные, с документами, там будем смотреть, там будем проверять, там будем проверять, и, что расходим? Соответственно, желательно с обращением. Я с другом ответить, если бы, и, я с другом ответить, один и восемь. Все, а я сказал, вы не один, закругляемся. Ну, закругляемся. Придете потом, лично, поговорите, сколько там было? окном, я шестого, я помню, шестого подойдет. Смешно, но мне не очень. У нас, сами тоже, пока они там разговаривают, мы с вами проведем, небольшое, тоже, совещание, собрание, что ли. По вопросу, у нас один член правления ассоциации выбыл, в прошлом году, Галина Ромкина уехала, вот, нам нужно, подполнить эту, беру, нам нужно, я согласен, нам нужно, больше, за 20 минут. А че, порядок, а че? А как это? А как это? Как это? А, как это? А, как это? А, в голове взять, а в лицензии? И все вопросы... Лицензия, это уже... А почему, меня лицензии требуют, как часто, предпринимательные? Чего? Там, 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 люди, там, там, там. Да, У меня еще ожидается поездка в Апотске. Все так голосовали? Да. Дело в том, что с вами вообще не хватает. Дайте информацию. Раду Богу, дайте информацию, я буду в Апотске. Я же все не знаю, что там происходит. Я знаю, что некоторые приличные люди забирают людей. И на этом называют. Это я знаю. Я работаю. Работаю. Я работаю. Все учебники. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok